Ну, не то, что все хуже, все так, как я ожидал. То есть я не ожидал никаких спец супер-шпионов, супер-контр-шпионов, потому что все это было уже, я знал, как это было в Советском Союзе, как это было при КГБ, и дальше все не могло быть лучше, потому что когда из страны уезжают лучшие, то кто остается? Вот из КГБ, когда он распался в 91-м году, когда его запретили после пучи, там КГБ ликвидировали в октябре 91-го года, его разбили на несколько служб, и тогда, кстати, из службы внешней разведки, в которой я автоматически оказался после первого главного управления КГБ, оттуда ушло с 91-го по 93-й год примерно половину сотрудников. Причем, понимаете, уходили те, кто могли найти работу легко, ну, там все знали языки, но совершенно не так, что все обладали инициативой, все хотели уйти из государственной службы, хотя тогда не платили зарплаты, кстати, не платили пенсии, тогда не было ничего в магазинах, вот, или было с большим трудом, вот, и, ну, вот те, кто остались, ну, чего от них рать не хотеть, а потом пришел Путин. Кстати, Примаков возродил службу, то есть вот служба при Примакове, когда там с 91-го по 2000-й год, она, в общем, возродилась, и, кстати, доказательством было, что сам Примаков оттуда ушел сначала министр иностранных дел, потом ушел к председателю правительства и чуть не стал президентом Российской Федерации. И его пришлось очень сильно задвигать, его очень сильно испугались, испугались его смычки с мэром Лужковым, с мэром Москвы, и испугались, что, ну, испугались, что коммунисты возвращаются, кстати. Вот, а потом пришел Путин, и, в общем, после Путина все это дело поехало совсем не в ту сторону. Путин, кстати, в разведке первым, что он сделал в 2000 году, когда пришел, он снял Трубникова, генерала армии, и правую руку Примакова, и поставил генерал-лейтенанта, я уже даже не помню, как его там называли, Лебедева, вот, генерал-лейтенанта, да, то есть человек, который на два порядка ниже по званию, чем люди, которые были до него. Примаков вообще не имел, кстати, воинского звания, он был политическим руководителем внешней разведки, и поэтому, кстати, у него была дальше карьера политическая. У Трубникова, кстати, карьера дальше состоялась, он перешел в Министерство иностранных дел, он был первым заместителем министра, и потом где-то благополучно затих в каких-то организациях типа ОДКБ, СНГ, что-то такое. Вот, и для меня это было, не было ничего удивительного. Правда, история с Брянском это отдельная история, да. То, что границы у них не на замке, мы это знали с самого начала войны, потому что когда, то, что у них нет ПВО, это мы знали с самого начала войны, потому что вертолеты летали в Белгород тогда, когда хотели, и бомбили там нефтебазы с самого начала войны, и там в марте месяце прошлого года. А то, что, значит, погранцы это ФСБ, да, значит, граница не на замке. Но история Белгородска, она немножко сложнее, да, потому что, посмотрите, состоялось заседание ФСБ, коллегии ФСБ в понедельник, на прошлой неделе, 28 февраля. Путин произнес не очень длинную речь, 8 минут или 10 минут, и назвал все, что вот нам надо бороться, нам надо то, там, значит, украинские националисты и фашисты возрождают агентуру совместно с западными странами, которые возрождают агентуру, так, как это было в советское время. И вот запахло таким КГБшным, да, вот всем КГБшным, запахло абсолютно 50-ми, 60-ми годами, вот, и все стали говорить, у КГБ готовят какую-то гадость. И вдруг раз состоялся этот рейд, причем он состоялся так, ребята перешли, постреляли вроде, ничего там не сделали и вернулись обратно, причем ФСБ с ними вроде боролось, но никого не убил, никого не арестовал, а вытеснили их на украинскую территорию, а потом вдогонку поставили какой-то там артиллерийский удар. В общем, это все-таки попакивает провокации какой-то ФСБшной, и Путин ведь сразу немедленно отреагировал. Такое редко бывает, что вот происходит такая штука, а Путин в это время в прямом эфире с какими-то мальчиками и девочками о чем-то там, о каких-то цветочках разговаривает, и вдруг он, значит, так, у него каменеет морда, и он начинает говорить, вот там мрази какие-то тут к нам лезут, и потом его понесло куда-то там какие-то корни, традиции, история. Ну, то есть понятно, что, в общем, он ждал какого-то сообщения, но, наверное, не того, которое ему написали, потому что он начал цитировать, что там произошло, и говорит, вот там Ниву обстреляли, да, а выяснилось, что Нива-то как раз-то церехонькая красная Нива, обстреляли совсем даже синие «Жигули-семерку», и там совсем не 25 человек, и там какие-то автобусы возникли сначала, девочки, которые взяты были в заложники, потом они стали мальчиками, потом мальчики стали героями. Ну, то есть вообще это все отдает, конечно, очень сильной и большой чекистской провокации, такой, которую мы видели на Дубровке, такой, которую мы видели в сентябре 99-го года с взрывами этих самых домов, с рязанским сахаром Патрушева и так далее. Вот что можно сказать о последних событиях. Сергей, я продолжу вашу мысль как раз по Брянской области, потому что было предположение, что это будет провокация под чужим флагом, то есть там должны были быть, как будто бы украинские диверсанты, которые действительно расстреливают автобус, захватывают заложников, кладут там, я не знаю, какое-то количество людей, но как будто об этом узнала как раз украинская сторона, поэтому была контроперация, то есть зашли российские добровольцы и показали, что на самом деле будет некое движение за освобождение поневоленных народов и регионов. И мне в этом контексте вспоминается заявление от главы Гурмоминобороны, главного разведывательного управления, когда Кирилл Буданов сказал, что а у нас-то все больше и больше, чем дальше, тем больше появляется людей, которые хотят с нами сотрудничать и выносить какие-то секреты из Кремля. Я далека от мысли, что это самое ближайшее, скорее всего, окружение Путина, к сожалению, но то, что какая-то информация сливается, это точно. Сергей, верите ли вы, что в сегодняшней достаточно жесткой и почти тоталитарной системе в Российской Федерации действительно могут быть контрагенты, которые сотрудничают и, не знаю сам, сопереживают, помогают Украине по роду разных причин? Верю, не просто верю, а знаю, потому что это доказано всем годом, больше года войны, потому что за год войны сошло несколько десятков, много десятков, по сотню поездов с рельс, то есть были устроены какие-то там крушения, куча пожаров, которые в нужных местах возникали, куча всего, то есть партизанское движение, на самом деле на территории Российской Федерации есть. Да, потом прилетали беспилотники и так далее и тому подобное. Когда начальник разведки, конечно, выходит в публичное пространство и говорит, а у нас есть вообще там в Кремле свой крот, то у меня, как у бывшего, старшего офицера разведки, это вызывает, конечно, улыбку, потому что если есть крот, о нем надо молчать, а если о нем говорят, значит его на самом деле нет. Вот, но это такой троллинг, то есть это больше троллинг, раз, да, то есть это чтобы ФСБ и ФСО, путинское, спало хуже. Это, знаете, мне это напоминает фильм «Профессионал» с Бельмондо, когда, значит, он, Бельмондо, звонит в свою службу, а кто-то гражданский его спрашивает, а зачем ты им позвонил? А он говорит, ты знаешь, вот то, что я сказал этому человеку, заставить его спать меньше. А когда в нашей профессии люди не досыпают, то у них глаз замыливается, у них и рука становится менее точной, и так далее. Это мне на руку. Я так думаю, что вот Кирилл Абулданов, он как раз это прежде всего делает. А второе, это на самом деле публичная оферта. Такое понятие в праве, когда вы не вам вот лично, вот допустим, там, если я вам пришлю на электронную почту Алиани Курбановой какое-то предложение, это будет вот персональная оферта, да, какое-то предложение. А вот если я помещу в газету какое-то объявление, что там продается конь Кадырова где-нибудь там, то это будет публичная оферта. И вот, кстати, публичная оферта, пример очень простой, это витрина в магазинах. Витрина в магазинах, это публичная оферта. Она никому конкретно не обращается, она обращается ко всем. И таким образом, кстати, Кирилл Абулданов продвигает мысль, что ребята, вот те, кто думают о том, что надо бы чего-нибудь там рассказать про путинский режим, вот мы вам даем понять, что, во-первых, вы такие не одни, и что мы готовы, если вы нам расскажете, мы вообще здесь, и мы с удовольствием послушаем вас, если вы нам что-нибудь расскажете. Вот. А то, что сливается в этом режиме, это было понятно еще со старых времен, это было понятно с 18-го года, с историей со Скрипалями, когда, значит, эти грушники приехали там под чужими именами, эти, вы помните, эти мышкины с, как там, не помню, вторая фамилия все время вылетает из головы. И группа безработных английских, Беллинкет, которая себя назвала, да, которые вот так сидят где-нибудь там в Лондоне, кто-то там у них там немец был, один голландец, и трое там англичан. Поковыряли они в носу и вошли в интернет, и, значит, пошарили в интернете, не зная русского языка, ничего. И вдруг они про этих мышкиных чипил, как там, как-то, шипи, шипига, чипига, чипига, да, мышкины чипига. Вот. Нашли их фамилии, их адреса, их номера машин, их номера паспортов, их фотографии, их части, где они служили, их родственников. И, то есть, это понятно, что ведь для того, чтобы это скачать с каких-то баз из интернета, это ведь нужно, чтобы кто-то их туда слил. А кто туда сливает? Это, значит, айтишники ФСБ, айтишники ГРУ сливают за бабло, не за бабло, все эти базы данных своих собственных секретных ведомств. А это, значит, в этих ведомствах полный бардак. А когда бардак, ну, чего дальше удивляться? А потом, вы обратили внимание, куда прилетели в декабре месяце дважды ваши стрижи? Вы знаете, что такое Энгельс-2? Вот Энгельс-2, да, вот это вот там по Царатовам. Энгельс-2 это самый главный стратегический аэродром, на котором из 77 стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, стратегическое в случае ядерной войны. Это одна из составляющих ядерной триады. Находится половина. И вот туда прилетело дважды. И этот объект оказался незащищенным абсолютом. И вот когда это я узнал, когда это я услышал, то, ну, дальше может прилететь куда угодно. Может прилететь к Вове в Ново-Огарево совершенно спокойное. У него может там стоять какое угодно, там панцирь, не панцирь. Если стоит панцирь с воздуха, то может ему прилететь там из земли откуда-нибудь. Или просто шла бабушка какая-нибудь там, да, ее там грибы собирала. Бабушка, а ты чего в марте месяце делаешь? Грибы собираю, милок. Вот. А потом бабаха, у него там в Ново-Огарево что-нибудь там взорвется. Вот. Так что, в общем, ну, чего удивляться. Бардак. Бардак. Смотрите, 21 февраля Вова произносит мощную речь перед федеральным собранием, грозится ядерной, опять ядерной войной, там выходит из договора New Start, объявляет о том, что готов начать испытание ядерного оружия и одновременно поручает воздушно-космическим силам запустить Сармат. А Сармат не долетает туда, куда его падает. Ну вот, ну и чего? Ну и не зря же ведь этого Рогольтина выгнали в июле месяце в прошлом году. Это, кстати, я тогда говорил, что никаких Сарматов нету. Последний Сармат работающий запустили 20 апреля прошлого года. А дальше у них там было там три штуки недособранные, но у них даже там некому собирать, потому что даже те люди, которые умеют собирать, они тоже оттуда бежали уже. Сергей, вы сейчас очень интересно объяснили, как работает вброс даже, то, что сказал Кирилл Буданов, можно по-разному к этому относиться, как к призыву или как к факту, но есть информация, от которой кто-то должен спать меньше, как вы сказали, или чувствовать большую повышенную нервозность. Я вас хочу спросить о том же практически только в контексте информационной войны. Мы как раз все являемся ее участниками по разные стороны баррикады, и вы знаете, что вчера в социальной сети было выложено просто чудовищное видео. Это расстрел безоружного украинского военного, который, судя по тому, что мы увидели, он выкапывает могилу или какую-то яму, он докуривает сигарету, и со словами «Слава Украине!» он получает целую автоматную очередь и не одну. И сейчас устанавливается, то есть это, скорее всего, военный, который вот в последний месяц пропал на фронте, он попал в плен. И ясно, что это видео, понимая все последствия, понимая не только украинское порицание, но и вообще мировое осуждение, оно все равно оказывается в соцсетях. И сейчас я понимаю, что это для того, чтобы я, наши зрители, чтобы мы тоже меньше спали, а мы меньше спали, потому что перед глазами у нас это видео. Сергей, как это, как оружие, как воздействие на моральное состояние, психологическое, используется, и чего все-таки вот в конечном итоге пытается достичь враг. Вот нам говорят, вас хотят запугать. Ну так это же смешно. У нас год войны, у нас были ракеты и все на свете. Ну не боимся уже, должно быть что-то другое. Нет, это не для этого. Это не для этого. Во-первых, я не убежден, кстати, что это какая-то централизованная акция, а не местная инициатива вот этих подонков, просто каких-то там чмобиков, которые оказались, потому что там молодые голоса, слышны, то есть полная возможность, что это просто ублюдки какие-то, которые даже не понимают, что они делают. Они даже не понимают, что это видео они себе накрутили на пожизненный срок, потому что это воинское преступление по Женевским конвенциям, это военное преступление, это запрещено. Это называется ненадлежащее обращение с военнопленными. То есть это ГАГа, это в общем их найдут, потому что это айфон, потому что это смартфон, украинские службы вычислят по IP, вычислят по рельефу местности, узнают и найдут, и у вас это давно ведется, вся эта база создается, кто, когда, где, кого убивал, кто отдавал приказы, у вас это все дело есть. И абсолютно вы правы, что вот такое видео, оно сработало бы, если бы не было войны. Вот если бы было до 24 февраля 22 года, если бы вот была та вялотекущее противостояние в Донбассе, которое там 8 лет длилось, вот тогда бы это видео сработало, потому что оно работает для людей, которые живут своей мирной жизнью, да, вот там ходят в театры, ходят в рестораны, в кафе, рожают детей, там, я не знаю, празднуют дни рождения, свадьбы и так далее. Вот на них такая вещь в мирное время сработала, ужасно совершенно. Это видео сработало, допустим, на Запад. Вот на Западе, когда на него посмотрели, это действительно, я согласен с вами, оно остается навсегда, и на нем вообще надо писать, там, не младше 18 лет, потому что оно кого-то может вообще психику повредить, даже такое видео. Вот. На вас это не работает. На вас это работает в обратную сторону. То есть страна, которая живет больше года в войне, которая сплотилась в этой войне, она таким видео это только наоборот, это может дать противоположный результат. И это вот, кстати, это абсолютно все, что делает Путин в течение последнего года. Потому что, вы обратили внимание, да, он говорит, что я не хочу, чтобы НАТО приближалось к моим границам. И получает Швецию и Финляндию. Получает Швецию и Финляндию, Финляндию, он получает 1350 километров совместной границы с НАТО. Даже у вас меньше границ, если бы вы вступили в НАТО. И, соответственно, значит, он хотел разъединить Западную Европу, в результате получил впервые наиболее консолидированные западные сообщества европейские. Он хотел добиться ослабления НАТО, он добился обратного. У НАТО никогда не была более сильной организацией, чем сейчас. Он хотел добиться разброда в западном лагере всех сплотило. За вами стоит коалиция больше 50 стран со всех континентов, которые вам помогают. И вот и все. Ну, то есть, это тупость, глупость и преступление. Редактор субтитров Корректор А.Егорова